здравствуйте друзья вашему вниманию диалог такой вежливый с достаточно выдержанной сотрудницей банка тинькофф видимо ум там есть ну так или иначе конфликта не получилось но получился содержательный такой урок в ее сторону я надеюсь она задумалась во всяком случае в ее интонации были нотки заинтересованности ну давайте послушаем и потом вы свои комментарии не напишите мне здравствуйте здравствуйте слушаю вас звонок вам поступает из банка тинькофф меня зовут татьяна фергена я специалист за дело реструктуризации вы сергей владимирович правильно совершенно верно это я сергей владимирович слушаю вас как имя отчество напомню я что-то упустил простите татьяна сергеевна татьяна сергеевна слушаю вас татьяна сергеевна я звоню чтобы сообщить что банка доброго возможности реструктуризировать вашу задолженность вам это интересно это что-то вы знаете я тут недавно ну как недавно с того момента как вот эти проблемы начались сел посчитал что-то голос на голове дыбом стали я там по моему я ошибаюсь поправьте меня по моему уже выплатил все что брал все что чем воспользовался уже выплатил по моему а вы помните что вы когда брали денежные средства выбрали их под проценты то есть то сумма которого взяли нет вы меня поймите правильно я не пытаюсь я не пытаюсь в конфронтацию вступать простите волнуюсь немножко просто мне в этом на фоне мне реструктуризация не интересно просто зачем еще больше отдавать если уже удовлетворил амбиции коммерческой структуры и тут уже проще говоря если ну скажем так я думаю что удовлетворил амбиции коммерческая структура а коммерческая структура считает что ее амбиции не удовлетворены но гражданско-правовые отношения то есть давайте в суде это все решать разбираться декабря вы не производили оплаты потому что вы считали что я тогда еще как бы не не был уверен да а сейчас все таки убедился да нашел там все эти чеки с женой вместе собрали все 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 посмотрели думаю елки-палки вот но я надеюсь вы меня объективно воспринимать это же не ваши личные деньги-то взял просто интересы банка представляете ну и в этой связи как бы я вам совершенно так скажем так бескомпромиссно заявляю в то же время без эмоционально в надежде на ваше понимание татьяна сергей ваним дело в том что смотрите сумма вашей задолженности на конец декабря составляла одну сумму около ста тридцати тысяч сейчас ваша сумма составляет около ста восьмидесяти тысяч то есть своими неуплатами вы сами увеличиваете вашу общую сумму задолженности каким и как как каким боком извините за сленг вот эта информация может соприкасаться той моей позиции и в принципе с той самой гражданской моей позиции подчеркну дату которую только что сейчас выразил я просто совершенно отчетливо сообщил что я не согласен с предложением банка с требованиями банка я совершенно по-другому оцениваю сложившуюся ситуацию предлагаю банку если его интересы затронуты не формально совершенно объективно предлагаю под запись разговора обратиться в суд и доказывать в суде свою правоту а как по-другому в гражданском обществе в цивилизованном еще поступать можно то есть я правильно понимаю вашу позицию что вы всегда исправно выплачивали зарекомендовали все как благонадежный клиент вы даже смотрю вносили суммы больше чем минимальный платеж как правило и в один момент поняли что вы все банк уже выплатили и дальше произведите оплаты не будете но вы слишком растянули да но здесь ключевое слово в какой-то определенный момент да в один такой ключевой момент это произошло понимание наступил инсайт я начал вам говорить про сумму задолженности к тому что пока вы не производите оплату она увеличивается и вам все равно в любом случае придется производить оплату ну конечно если судья скажет надо в порядке если судья скажет надо платить конечно мы будем выполнять решение суда как по-другому то еще раз повторяю цивилизованное общество формат общения должен быть между двумя субъектами юридического права определенной которые по закону допустим я вас прекрасно понимал дело в том что если дело дойдет до суда банк вправе расторгнуть с вами договор и всю сумму выставить долго к выплате единовременно когда не ставят его подожди пожить а что за термины если вдруг если дойдет по-другому не будет либо ничего банк не получает уж извините за резкость либо только через суд если не нужны деньги то можете никуда не ходить ни копейки я платить не буду больше это моя позиция еще раз повторяю гражданская а если в суд я законопослушный гражданин и если судья примет все доводы банка как жизнеутверждающий если судья встанет на сторону банка и не учтет мои там возражения и так далее то что то конечно конечно тогда я буду конечно же выполнять решение суда правда в рассрочку я там думаю рублей по сто в месяц не больше я уже решил я уже решил я уже решил а вы знаете что сумма вашей обществе увеличится за счет судебных издержек правильно а какие издержки например хотя бы та та же госпошлина на судебный иск судебный иск госпошлина госпошлина взимается только понимаете с юрлиц и это их ну собственно говоря выбор быть юрлицом с физических лиц госпошлина снимается только при подаче апелляционной жалобы это тоже как бы информация хорошо госпошлина что дальше еще что но это то вы еще должны понимать это в том случае если это в том только лишь случае если судья удовлетворит полностью всю сумму иска тогда судебные издержки можно еще скажем каким-то образом реализовать к размещению но я поверьте есть такая 333 статья которая в ста процентах случаев учитывается судьей а это снижение неустойки плюс я еще заявлю о злоупотреблении правом так называемым почему банк почувствовав что я ему не оплачиваю с декабря так долго тянул и не подавал в суд через 60 дней уже начинается злоупотребление правом есть такой термин юридический и если хотя бы вот вы выставите сумму не знаю там сто восемьдесят тысяч а судясь не до ста семидесяти девяти тысяч то все уже никакие издержки невозможно будет прицепить хорошо сергей хорошо что вы так хорошо разбираете законодательства российской федерации неплохо соглашусь неплохо очень помогает это в жизни рекомендую вам кстати тоже рекомендую видите вы не знали вы не в курсе были до вот этих простых вещей а вы знаете хоть одну статью российской федерации которая позволяет вам не производить выплаты по вашим кредитным обязательствам конечно 452 статья гражданского кодекса российской федерации любой договор заключенный вопреки действующему законодательству в судебном порядке может быть признан ничтожным как минимум такая статья есть а договора нет договора с банком тиньков нет еще вам еще мои знания вам продекламировать продекламировать Сергей Владимирович как это так получилось что у вас нет договора с банком а потому что его не заключил банксом но есть оферта подписанный акцент в формате дал взял на основании закона о банках и банковской деятельности такая форма взаимодействия юридического лица с физическим лицом недопустима хорошо Сергей Владимирович тогда я отмечаю что вы будете решать все вопросы нашим банком в суде я также понимаю что могу фиксировать отказ от оплаты правильно? у вас же там вы под запись разговора все фиксируете да? да под запись разговора я заявляю что я отказываюсь от оплаты и буду все вопросы решать с банком только в судебном формате хорошо спасибо вам большое Сергей Владимирович за предоставленную информацию всего вам доброго до свидания до свидания ну примерно вот так в принципе любой из вас может друзья мои пообщаться ничего сложного нет любые законы все они в общем доступе они писаны для нас а не для банкиров банкиры пользуются тем что мы ленимся не читаем не знаем не вникаем и лепят нам всякую чушь вот у этой барышни не получилось чушь мне вкрутить и каждый из вас имеет такую же возможность как и я и любой другой человек в общем то где-то там подучить что-то понять познать и в один прекрасный момент сообразить как вот здесь вот в ролике было инсайт так называемый ключевой момент вдруг в один прекрасный момент я понял что ничего никому не должен друзья я вас призываю приблизить к себе этот момент включайте голову начинайте разбираться подписывайтесь на наш канал очень много полезной информации этот ролик я считаю очень полезный он заслуживает минимум сотню лайков мне так кажется ну если нет то пожалуйста ставьте дизлайки подписавшись на наш канал вы получите море вот этой нужной информации в таком вот формате весело поучительном а этот формат как раз таки дает наилучший результат в плане впитывания полезной информации информация действительно полезная вот в нашей реальности российской поэтому пожалуйста ну а те кто действительно уже принял решение вырваться из кредитного рабства официально с помощью юристов грамотных специалистов нашим к вашим услугам специалисты компания лям что мы для вас сделаем как сколько это будет стоить сколько времени займет какие вы получите результаты какие плюсы вы получите как изменится ваша жизнь в лучшую сторону вы сможете четко отчетливо понять услышать посмотрев видео на нашем сайте видео презентацию как устроена работа кредитных юристов компания лям ссылочка на наш сайт в описании этого либо любого другого ролика пожалуйста посмотрите сделайте все как сказано в инструкции оставьте заявку наши специалисты обязательно с вами свяжутся в рабочее время и вы сможете понять все до конца заключить с нами договор и забыть о долгах вообще ну а для тех кто постоянно с нами либо только недавно появился на нашем канале еще раз повторю рекомендую подписаться на наш канал вступайте в группу вконтакте ссылочка на группу в описании этого либо любого другого ролика все наши ролики вконтакте дублируются то есть вы там можете все наши ролики просмотреть ну и конечно же лайк кому понравился ролик дизлайк если не понравился само собой если вы коллектор ставьте не стесняйтесь знаем мы что вы здесь шкуру трете друзья товарищи ночью ставьте дизлайк пишите комментарии не стесняйтесь ну и конечно же репост в соцсетях поделитесь поделитесь этой информацией с друзьями с участниками ваших социальных сетей пускай как можно больше количества людей знает правду но с вами был кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания оля до свидания